О работе скорой помощи открыто, честно и конструктивно. Уполномоченный по правам человека в Ивановской области Наталья Ковалева инициировала разговор о проблемах этой службы. Жалоб много. Длительное ожидание врача, грубость медицинских работников и изношенный автопарк. Правительство о проблемах знают и делают все возможное. К сожалению, на сегодняшний день износ парка автотранспорта составляет 49%. На сегодняшний день по инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Станислава Сергеевича Воскресенского направлена заявка на приобретение санитарного автотранспорта, в том числе машин скорой медицинской помощи за счет резервного фонда президента Российской Федерации. Мы надеемся, что данная заявка будет удовлетворена. Кроме того, планируется в данном году также поставка автомобилей скорой медицинской помощи по линии Минтранса. Ситуацию с наличием спецтранспорта в регионе планируют решить, но есть претензии к качеству этих самых машин. Очень много претензий к автотранспорту. Я не говорю о том, что он устаревший. Я говорю о том автотранспорте, который поступил через месяц, через два, через три, он требует уже ремонта. Износ автомобиля, как известно, зависит от качества дорог, по которым вынуждены ездить кареты скорой помощи. В департаменте здравоохранения составили специальную карту и направили в департамент дорожного хозяйства. План ремонта дорог на следующий год будет осуществляться в соответствии с требованиями здравоохранения в том числе. Еще одна проблема – недостаток кадров. Укомплектованность врачами станции и подразделения скорой медицинской помощи составляет чуть менее 70%, а средним медперсоналам, включая фельдшеров и медсестер – 91%. Одна из причин – уровень заработной платы. К сожалению, в 2018 году как раз количество врачей, уволившихся со станции скорой медицинской помощи из учреждений Ивановской области, эти специалисты трудоустроились в Владимирской и Московской области годы. Но вместе с тем, чтобы улучшить качество оказания скорой помощи, в регионе планируют создать модуль оказания экстренной помощи на базе областной больницы. О всяком случае, переговоры на эту тему в Минздраве уже ведутся. Всех экстренных пациентов планируют направлять в специализированную клинику с хорошо развитыми службами диагностики и реанимации. Любовь Почерникова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.